Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю вашему вниманию отличное горячее блюдо, которое подойдет не только на ужин, но и на праздничный стол. Готовится все легко, просто и самое главное, не требует больших затрат и усилий. Ну и для начала нам понадобится куриное филе. Конечно же филе можно заменить свиным или же говяжьим мясом, это уже по вашему усмотрению. Филе нам нужно постараться по нарезать на не толстые пластины, таким образом, как будто бы вы будете готовить отбивные. Одно филе я стараюсь разрезать на три части. Затем вот так вот по два куска мяса я накрываю пищевой пленкой и стараюсь отбить мясо так, чтобы оно увеличилось примерно в два раза по площади. Но смотрите, не переусердствуйте так, чтобы мясо не было слишком мягким и оно вам в итоге не расползалось. Нужно сделать так, чтобы в мясе не оказалось ни единой дырки. После того, как вы с одной стороны мяса отбили, снимаем пленку. Сразу же вот эти куски нужно немного посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Переворачиваем мясо на другую сторону и делаем точно так же. Немного отбиваем, солим и перчим. Готовые куски мяса откладываем в отдельную тарелку, пускай оно немного маринуется. Со всеми остальными кусками мяса делаем все точно так же. Далее нам понадобится небольшой кусок твердого сыра, в котором вы будете уверены, что он будет вам плавиться. Нам нужно по нарезать брусочки сантиметр на сантиметр и длиной не более 10 сантиметров. Еще нам понадобится один сладкий красный перец. Его нам нужно будет нарезать на полоски примерно таких же размеров, как у вас получились брусочки. Толщина у вас будет намного тоньше. Затем мы берем один кусок мяса, укладываем его вот так вот ровно на разделочную доску. Берем один ломтик сыра и один ломтик красного сладкого перца. Укладываем его примерно так по центру. Смотрите, лишний кусок мяса можно будет отрезать. И нам вот это все нужно свернуть одним рулетом, так чтобы полностью сыр с перцем остался внутри и нигде не осталось просветов, чтобы сыр во время приготовления нам не вытекал из мяса. Затем нам нужно взять простую нитку, очень длинный кусок, примерно около полтора метра. И вот этот рулетик нужно хорошо обвязать ниткой, так чтобы он нигде не раскрутился. Ниткой обкручивайте хорошо со всех сторон. После того, как все приготовится, нитка легко уберется. И точно таким же образом нам нужно сделать все остальные рулетики, которые вы приготовите. Ну вот, как-то так у меня получилась первая партия. Затем мы берем обыкновенную сковородку, устанавливаем ее на маленький огонь, добавляем на сковородку немного подсолнечного масла. И только тогда, когда масло немножко прогреется, нужно будет выложить на сковородку готовые рулетики. Повторяюсь, огонь должен быть небольшой, я бы сказал чуть ниже среднего. И вот таким вот образом нужно будет обжарить рулетики с каждой стороны до золотистого цвета. Во время обжарки рулетики нужно будет несколько раз переворачивать, так чтобы они равномерно обжаривались. И переворачивать и так, чтобы был обжарен рулет полностью по кругу. После того, как рулетики обжарятся и немного остынуть, из них нужно будет убрать все нитки. Ну а в итоге получаются вот такие вот классные, сочные и очень-очень аппетитные рулетики с очень необычной и вкусной начинкой. Ну что ж, друзья, если вам понравился вот такой вот необычный вариант приготовления мясных рулетиков, как обычно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои новые ролики. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная Кухня.